Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я буду делать обзор и пить чаек с очаровательной деревяшечкой по имени Сидар Вуд. Есть в моей коллекции куклы, которых я полюбила далеко не сразу. Например, точки на теле Рошель Гойл вначале ассоциировались у меня с кожными проблемами. Что касается Сидар, меня отталкивала ее своеобразная деревянная фактура тела, и она казалась похожей на морщины. Знаю, что некоторым эти рельефы и вовсе напоминают шрамы от ожогов. Этакая дочь Фредди Крюгера. Нашему разуму вообще сложно воспринять что-то нестандартное. Мы загнаны в определенные рамки, которые Мотел смело разрушает, и в итоге, спустя время, мы начинаем видеть прелесть в этой непохожести. Переломный момент Сидар наступил, когда я впервые увидела ее вживую. Это была Сидар Чайная для конкурса. Я уже свыклась с мыслью, что в моей коллекции такой куклы не будет, и тут я понимаю, что я не хочу ее отдавать, что мне самой нужна такая же. Меня покорило сочетание смуглого тела и вкусных пастельных тонов в одежде. Даже деревянная тельца Сидар перестала меня раздражать, ведь именно она делает ее такой уникальной и интересной. Вот так нежеланная кукла перекочевала в моей любимице. Я приобрела себе такую же Чайную Сидар, как для конкурса, и наверняка в моей коллекции появится и базовая. Кукла выпущена в большой коробке старого типа в форме книжного тома с оторванной передней обложкой. Боже мой, старая коробочка, ты прекрасна! Основной цвет оформления светло-бирюзовый в кружочек и полоску. Правый нижний угол это символ Ever After High, правый верхний угол это логотип коллекции в форме шляпы с цветами и надписью Headtastic Party. По бокам коробки имитация книжных страниц и карандашной надписи Ever After High. На закругленном корешке на этот раз нет печати отступника. Здесь нейтральная печать с буквами EA Ever After. Сидар отступнился, но в этой коллекции на этом решили не делать акцент. Далее идет арт по пояс в красивой рамке. Имя героини и ее происхождение Сидар Вуд, дочь Пиноккио. Символ Ever After High, Брук Пейдж и римская цифра 2, обозначающая второе поколение сказочных персонажей. Задняя сторона коробки оформлена как встреча в социальной сети, например, ВКонтакте или Фейсбуке. На картинке все выпущенные на сегодняшний день куклы коллекции чаевничают рядом с плейсетом. Название встречи – чудесатая шляпа-срывательная вечеринка. Организатор Мэделин Хеттер. Далее задан вопрос об участии, указано время и место проведения. Своё участие помимо Мэдди подтвердили Эппл, Брайер, Сидар, Сирис, Мышон и Кэрол Грей. Хотят пойти на вечеринку, но пока сомневаются Рэйвен и Лиззи, а также трое других. Судя по мультфильму, все сомневающиеся в итоге пришли, а тремя другими оказались Китти, Дэринг и Декстер. Мэдди своей пламенной речью зазывает всех к себе на пати. Надевайте свои самые чудесатые шляпы. Это вам не чаепитие вашей младшей сестры. Это легендарная вечеринка, которая наполнит волшебством лес страны чудес. Сидар лайкает ее комментарии. Обратите внимание, здесь написано не likes, а charms. Ох уж это очарование деталей. А также она говорит, я не могу врать, это будет безупречная вечеринка. Я окрашу розы в красный цвет для того, чтобы сделать декорации еще более чудесатыми. Здесь идет отсылка к дневнику Сидар, где речь как раз шла о розах. Лиззи и Мэдди помогают Сидар находить свой внутренний голос и счастье в простых, но прекрасных вещах. Разукрасить белую розу можно кистью, а можно подождать, когда они станут алыми в лучах закатного солнца. Разве это не чудо? В общем, Мэдди лайкает ее комментарии и говорит, что она настоящий друг. На арте скромняша Сидар позирует вместе со своим чайным набором. В одной руке у нее чашка, в другой чайник. И я заметила, что на ее носочках, в отличие от куклы, есть оборки. Отверстие в виде замочной скважины напоминает, что внутри коробки есть подставка и расческа. В задней коробке это размытая страница сказки, написанная на разных языках. Наверху красивое имя героини, повсюду рисуночки в тему коллекции, с ветвей свисают ложки, вилки. Здесь я вижу целую груду посуды, трехэтажный поднос со сладостями. На картонном объемном столике, одна ножка которого опирается на книги, словно стоит чайный набор Сидар. Это чайник и чашечка. Вторую чашку Сидар как будто держит в руке. Также в комплектации есть сумка. Как я уже говорила, подставка и расческа прячутся в корешке. Подставка Сидар в этой коллекции имеет прозрачное основание и черную платформу. Название коллекции Head Testing Party на русском звучит как чайная вечеринка. Это название не является дословным переводом, а просто обозначает чайную тематику коллекции. Мультфильм, связанный с коллекцией, называется Mary's Head Testing Party, и официальный перевод на русский звучит как шляпа-срывательная вечеринка Мэдди. Такое название уже гораздо ближе, ведь пати это вечеринка, хэт это шляпа, а тестик это суффикс, обозначающий чрезвычайно хороший пример чего-либо. Несомненно, вечеринки Мэдди это эталон качества чайных вечеринок. Head Testing Party это легкая игривая коллекция с незамысловатым сюжетом. Рощу страны чудес нужно срочно наполнить свежим зарядом волшебства, и, по мнению Мэдди, самый лучший способ это сделать, устроить умопомрачительную чайную вечеринку, полную веселья и сумасбродство. Дресс-кот, чудесатые головные уборы, милые платья похожего фасона и перчатки. Для Сидар такой стиль является вполне привычным, ее чайный аутфит очень похож на базовый, а вот увидеть Рэйвен и Серис в таких милых платьях было весьма необычно. В мультфильме на вечеринке у Мэдди веселятся многие персонажи, но в виде кукол на данный момент выпущены только некоторые из них. Мэдди, как организатор мероприятия, идет в комплекте с плейсетом, но, к сожалению, без подставки и расчески. Серис, Брайер, Эппл и Сидар идут на вечеринку каждый со своим чайным набором, который состоит из чайника и двух чашек. А вы, как думали, даже посуда должна соответствовать образу? Также у этих кукол есть сумки, подставки, расчески, в общем, полный комплект. Сидар Вуд – живая деревянная марионетка. Она дочь Пиноккио, главного героя сказки Карла Каллоди. Как ни странно, Сидар отступница. Это не означает, что она не желает следовать сказочной судьбе своего отца, она очень хочет в итоге стать реальной девочкой. Ее бунтарство заключается лишь в том, что Сидар считает, что каждый вправе сам выбирать свою судьбу и решать, как ему поступать. Остальные подробности биографии Сидар я поведаю вам в обзоре на базовую крошку, как только она у меня появится. У Сидар тело стандартного роста и очень смуглый скинтон. Если абстрагироваться от деревянной фактуры ее тела, перед нами словно загорелая красивая девушка. Волосы Сидар собраны в боковой высокий хвост. Они кудрявые и смотрятся аккуратно и красиво сразу из коробки. На волосах куклы нет укладочных средств. Они мягкие, приятные на ощупь, шелковистые, без эффекта жирности. В общем, идеальные волосы. На этот раз мне действительно повезло. Прошивка хорошая, под хвостом, конечно же, нет лысины. Мне очень нравится, что цвет волос натуральный, каштановый. Пусть и с добавлением лавандовых прядок, они картину не портят и идут кукле. Голова прошита цветными прядями по всему периметру. Кстати, на промо-фото цветных прядей у Сидар меньше, причем две передних выпущены из прически. В кукольном варианте эти пряди смешанного цвета. Они убраны назад, закреплены на затылке резинкой и впадают в общий хвост. При желании их можно вытащить из хвостика, распустить резинку и оформить прическу примерно так, как это выглядит на промо-фото. Сомневаюсь, что это будет выглядеть также аккуратно, поэтому, пожалуй, оставлю пока все как есть. На голове у куклы шляпа цвета розовой камелии с сиреневым пером. Она держится на золотом ободке, который изначально был прикреплен к голове куклы невидимыми резинками. Я резинки сняла и хочу сказать, что даже без них ободок очень хорошо держится на голове куклы. Шляпу украшают цветочные рельефы и маленький бантик. По форме папиру она напоминает шляпу ее отца, Пиноккио. А также похожая шляпка была на Сидар в мультфильме Лига Сидей. Сережки Сидар золотого цвета, выполнены в форме пуговиц с бантами. Они симметричны, то есть одинаковые в обоих ушках. У Сидар совершенно уникальный и интересный молд, что не может не радовать. Глаза у куклы карие, верхние и нижние ресницы черные, коричневые брови с мягким изгибом. В целом, печать глаз похожа на печать базовой, однако цвета намного ярче и праздничней. На глазах целая многоэтажка теней. Тонкая линия сиренево-серебристых обрамляет глаз. Следом, на подвижном веке идет лавандовый матовый оттенок. Оставшуюся область до бровей заполняют перламутровые золотые тени. Края у теней такие четкие и прямые, жаль, макияж заводских кукол не делают растушевку. У Сидар нежный розовый румянец на щеках. К слову, из дневника я узнала, что в неловкие моменты Сидар краснеет, как красное дерево. У Сидар очень большие пухлые губы. Они окрашены в привычном для нее стиле и напоминают губы Кьюпит. Небольшой участок посередине ярко-розовый. Остальные губы покрыты перламутровым блеском. По цвету он похож на тени под бровью. Воротник платья на самом деле отдельная деталь, выполненная из плотной резины. Он черного цвета и имитирует волнистую стоечку с сетчатым рельефом. Снизу его украшает якобы завязанный бантик. Не очень люблю резиновые элементы в одежде кукол, однако этот воротник смотрится вполне сносно. С задней стороны имеется большой разрез. Жестовые руки Сидар облачены в черные перчатки. Это не отдельная деталь одежды, кисти окрашены в черный цвет. С чашкой такая кисть смотрится очень изящно. Перчатки покрыты растительными и другими рельефами. Вы только посмотрите, как проработан каждый пальчик. Да, не всем нравится, что кисти рук у кукол чайной коллекции черные, но лично меня это вполне устраивает. Тем более, с появлением второй Сидар у меня будет возможность их менять. Перламутровые белые манжеты на руках куклы смотрятся очень нежно. Они покрыты молдированными узорами, бантами и словно формируют оборку у перчаток, якобы составляя с ними одно целое. Хотя на самом деле представляет собой отдельную деталь. Обратите внимание, что на каждом манжете есть выступ с отверстием. В них можно вставить веревочки, ведь Сидар ожившая марионетка. Милое платье Сидар по фасону очень напоминает платье базовой куклы. Есть даже перекликающиеся принты. Принт дерева на топе и баске, похожие цветы на юбке. Материал платья плотный и шелковистый на ощупь. Верхняя часть платья коралловая. Белый древесный рисунок имитирует кору. К слову, коралловый цвет в этом платье очень красивый и шикарно сочетается со смуглой кожей куклы. Рукава фонарики выполнены из черной сетки. Юбка платья покрыта разнообразными принтами. В верхней части это симметричный узор из мелких цветов на сиреневом и черном фоне. Далее идет линия вычурного медно-золотого орнамента. Нижний уровень белого цвета покрыт принтами чашек с витиеватым дымком, сверчков и фей в рамках с коралловым запылением. Эти рисунки тут неспроста. Сверчок Джиммини и синяя фея это герои сказки Пиноккио. Подол платья имеет принт черного цвета, который по форме напомнил мне земельные горки. На промо-фото юбка чуть-чуть отличается. Фон нижнего уровня коралловый, плавно перетекающий в белый. Чашки коралловые, а не сиреневые. С задней стороны юбки я заметила в рамках двух ослов, которые также являются частью сюжета сказки Пиноккио. Топ и юбка представляет собой одно целое, соответственно, платье на липучке и снимается с куклы. На ногах у Сидор очаровательные носки в белую сетку с коралловой каемочкой, под цвет платья и шляпки. Я очень люблю, когда у кукол есть гольфы или носочки. Обувь куклы это лавандовые туфли на высокой золотой танкетке. Туфли с ремешком на щиколотке и открытой пяткой. Они покрыты рельефами древесной коры и рельефами оборок на ремешках. Вместо привычных пряжек здесь золотые сверчки. На промо-фото они не были окрашены в контрастный цвет. Витиевато изгиб танкетки напомнил мне фрагмент архитектурной лепнины. Повсюду рельефы растений и фей. С задней стороны обуви имеется разрез. На подошве по традиции есть буквы EA, обозначающие Ever After. На этот раз у Сидор сумка похожа на большую шкатулку. Она словно сделана из дерева и покрыта крупными растительными рельефами со всех сторон. Лавандового цвета ручка похожа на веревочный жгут. В нее внедрен марионеточный крест с тиснением коры дерева. Сумка функциональна, она открывается, и в нее можно что-то положить. Чайный набор Сидор, конечно же, выполнен в древесном стиле. Части приборов, такие как ручки, горлышко чайника, напоминают веточки. На чайнике есть контрастные коралловые узоры. Крышка у чайника снимается, внутри есть небольшое пространство. Коралловое блюдце открепляется от чашки и представляет собой отдельную деталь. Из-за своего красивого цвета блюдце напомнили мне распустившиеся бутоны камелии. Чашка вставляется в блюдце как конструктор и хорошо держится. Все тело Сидор, от шеи до кончиков пальцев на ногах, покрыто молдированными узорами, имитирующими кору дерева. Деревянная текстура есть на затылке, на щеках, на подбородке и даже немного на лбу. То, что когда-то меня отталкивало, сейчас вызывает восторг. Бывает же такое. Жаль, у этой Сидор нельзя разглядеть деревянные кисти. Давайте тогда любоваться пяточками. В плечах, коленях и локтях имеются круглые соединения суставов, такие же, как у ее папочки. В мультфильме у нее есть что-то вроде прямоугольных коленных чашечек, а на теле имеются выступы с отверстиями для марионеточных лент. У куклы таких деталей нет. Обратила внимание, что у этой куклы очень тугие качественные шарниры, что не может не радовать. Чайная Сидор Вуд была перевыпущена в 2015 году. У новой Сидор нет носочков, сумки, сережек, нет перламутрового блеска на губах. Чайник, туфли и шляпа у нее однородного цвета, волосы распущенные, а не собраны в хвост. Кукла однозначно проще, но все равно красива. Мне кажется, что Сидор идут натуральные губки и распущенные волосы. Ребята, я очень довольна этой куклой. Несомненно, для меня это самая лучшая кукла коллекции «Чайная вечеринка», и не побоюсь этого слова, теперь это одна из самых лучших кукол моей коллекции. Мне нравится в ней абсолютно все. Во-первых, она очень качественная. Волосы, шарниры, аутфит, все на высоте. Ну и во-вторых, она безумно стильная. Сразу видно, что кукла сделана со вкусом, и в ней все очень здорово и гармонично сочетается. Пишите в комментариях, что вы думаете о Сидор, хотите ли ее приобрести, или, может быть, она уже есть в вашей коллекции. Чаще улыбайтесь, пейте вкусный чай, и, конечно же, любите котиков. Пока-пока!